Всего два снимка из космоса, но исходя из этих данных уже удалось остановить преступление. Незаконные добычи песка на территории Самарской области наносят непоправимый вред экологии. При помощи аппаратов дистанционного зондирования Земли информация поступила в правоохранительные органы. По результатам дистанционного исследования снимков, учитывая, что съемка производится в различные периоды и в разном масштабе, с большой долей вероятностью можно говорить о наличии изменений на пяти земельных участках, где была произведена добыча. Это лишь некоторые из примеров, когда космические технологии служат делу сохранения природы на Земле. В Самарской области реализуется пилотный проект, сотрудничество Минлесхоза и Роскосмоса. Качественные космические снимки используются в самых разных службах. Это и контроль состояния окружающей среды, инвентаризация ресурсов, поиск полезных ископаемых. Пункт приема и обработки спутниковой информации РКЦ «Прогресс» сегодня способен заглянуть в любую точку планеты. Это Олимпийский стадион в Пекине, а это уже Сидней, Австралия. Но в приоритете Самарский область. Из шести российских аппаратов на орбите три ресурс П самарского производства. И именно в нашем регионе дистанционное зондирование Земли применяется наиболее эффективно. Съемку информации Самарской области, как только позволяет метеоусловие, попутно, проходя над Самарой, мы все время ведем эту съемку. Все это дело докладывалось правительство Самарской области, губернатору. Все это одобрено. И можно сказать, что здесь мы находимся в пилотном варианте проекта. Пользуясь, будем говорить, с близостью доступа как разработчики к системе, имея здесь пункт приема информации на расположенной территории нашего предприятия, мы в первую очередь работаем на наш регион. В планах у Роскосмоса увеличение числа спутников, которые сегодня незаменимы практически в каждой сфере экономики. К 2020 году на орбите должно быть уже 19 аппаратов. Причем в ближайшие годы будут запущены четвертый и пятый спутники ресурс П. А на перспективу разрабатывается уже новая модель ресурс ПМ. Кроме того, в планах создание группировки малых космических аппаратов, разработанных РКЦ «Прогресс» совместно с Самарским университетом. АЭС-2Д в космосе меньше года, но уже зарекомендовал себя как важная птица. АЭС-2Д – это малый аппарат уже, в отличие от тех, которые показаны были здесь. Это уже аппарат в полтонны весом. Аппаратура, конечно, там классом немножко пониже, но уровень разрешения его считается сверхвысокодетальным. АЭС-2Д, если он будет реализован как группировка из нескольких спутников, то позволит нам практически ежесуточно давать информацию, хотя по Самарской области гарантированно тогда. Начиная с 2013 года, самарские аппараты отсняли уже более 250 миллионов квадратных километров земной поверхности. Причем спутниковая программа развивается в общемировом тренде. А значит, и в Самарском регионе все новейшие космические технологии будут применяться в первую очередь. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Причем спутниковая программа развивается в первую очередь.